Белгородский зоопарк Приходят 120 тысяч посетителей, но вряд ли кто догадывается, с чего все начиналось. Первый зооуголок с десятком питомцев появился в Белгороде 5 августа 1988 года и считался частью Парка Победы. Через три года он был переименован в Белгородский зоопарк, хотя животных в нем обитало по-прежнему немного. Жили два оленя, пара лебедей, пони, волк, белка, бесхвостый лис, лошадь, осел, козел и курицы. Походило это больше на ферму. Чтобы их прокормить, сотрудникам приходилось идти на разные ухищрения. Например, они седлали лошадей и катали детей по городу. Особенно прибыльными были новогодние дни и масленица. Заработанные деньги делили на каждого питомца и на обустройство вольеров. Сегодня же посетители могут увидеть 450 животных 83 видов. И с каждым годом их становится больше. Бэби-бум здесь явление нередкое. Совсем недавно в зоопарке появились два малыша европейской лани, три муфлона, шетленский пони, страусята эму, птенцы лебедей. А в день съемок нам удалось увидеть новорожденных, еще пуховых и слепых хорьков. Они уже пытаются вылезти из домика. Но это еще не все, с улыбкой добавляют специалисты. От кого можно ждать потомства, не говорят. Боятся сглазить. Здесь у каждого животного своя уникальная история. Старожилом считается медведица Маша. Она здесь с 91-го. На днях Мане, так ласково ее называют сотрудники, исполнилось 23 года. По нашим меркам немного, но один год человеческой жизни равен у них трем или пяти. Так что медведица уже на заслуженной пенсии. Был у Маши и Михаил Потапыч. Были и медвежата. Но сейчас она в вольере осталась одна. Непростая судьба у кумира. Его бросили хозяева, как игрушку. И он ютился в подвале Санкт-Петербурга, питался объедками. К нам его доставили в овощном контейнере. Он сидел в нем, как птенец на жердочке. В Белгороде пытался даже убежать с непривычки. Но потом почувствовал себя хозяином вольера. Сейчас макак уверен, что он главный любимец. На съемках угрожал оператору. Но его подкупили цветами клевера. Их кумир очень любит. Еще до открытия зоопарка белгородцы увидели настоящего верблюда. Первый корабль пустыни рассекал по улицам после войны. Об этом свидетельствуют воспоминания, внесенные в книгу краеведа Александра Крупенкова. Вот что он пишет. Ездил по улице настоящий верблюд, огромный, с двумя горбами. Повозку таскал за собой с хлебом. На повозке будут ковни, булочник, развозивший из пекарни хлеб по магазинам. Так проработал он несколько месяцев. Откуда взялся верблюд в Белгороде и куда делся потом, до сих пор неизвестно. Есть в зоопарке и свой предсказатель. Павлин 100% верно указывают погоду. Если кричит, значит пойдет дождь. На радость детворы три года назад обустроили контактную площадку. Здесь можно покормить и погладить кос, ягнят, кроликов, морских свинок, уток и кур. Не оставляют без фруктов и овощей и других травоядных. Для тех, кто придя в зоопарк, решил, что пора обзавестись пушистым другом, здесь работает зоомагазин. Он временно размещен в конюшне. Цены здесь невысокие. Да и в совете не откажут. Расскажут, как ухаживать и чем кормить питомцев. Сейчас зоопарк ютится на площади в 3 гектара. В 2010 учреждению выделили новую просторную территорию в Сосновке в 15 раз большую. Здесь животные будут жить не в клетках, а как в передовых европейских странах, в условиях, максимально приближенных к естественным. Быть может, после переезда сотрудники решатся привезти в Белгород слона и жирафа, которых так ждут маленькие посетители. Редактор субтитров А.Семкин